В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! В эфире Народное Славянское Радио. В виртуальной студии с вами Алексей Орлов, главный редактор Народного Славянского Радио. Здравия, Алексей! Доброго здравия! Я ведущая эфира, Вера. Для начала давайте определимся с таким явлением, как квантовый переход или квантовый скачок. Алексей, по твоему мнению, что это такое? Расшифруй, пожалуйста. Так я думал, ты нам немножко расскажешь про это. Что такое квантовый переход, что такое квант. Ну ладно, давай тогда просто возьмем энциклопедию какую-нибудь, тоже википедию, либо еще что-то. Ну там сходятся данные, с небольшими разочтениями, может быть, встречаются. Но кванта, от латинского кванта. Но, правда, я слышал еще от французского квада. Типа какой там? Как? Пуркуа, помните? Да, вот это поркуа, поркуапа, поркуапа, вот из-за всей. Вот, ну, все-таки от латинского, наверное, квантум больше походит, чем квада. Это неделимая часть какой-либо величины физики. Общее название определенных порций энергии. То есть, неделимое число. Все, вот дальше нет ничего. Это первая основа физики. Это какие-то определенные порции энергии, еще говорят квант-энергии, моменты количества движения, углового, например, момента. Его проявятся в других величин, которыми характеризуют физические свойства микроквантовых систем. Квант – минимальная порция этой физической величины. Квант ни с чего не состоит. Это научное определение. Он ни с чего не состоит. Однако кванты некоторых физических величин в рамках ряда моделей можно представлять как некоторые частицы или квазочастицы, и они имеют свои названия. Ну, например, квант электромагнитного поля – фотон. Запоминаем. Квант неделимое, но в то же время определяет собой энергию, и в то же время ни с чего не состоит. Вот запомнили третьих постулатов. Это нам очень серьезно пригодится. Что такое квант-энергия? Это конечное количество энергии, которое излучается или поглощается какой-либо микросистемой. Например, ядерной, атомной, молекулярной, в элементарном, то есть одиночном, единичном. Элементарный – значит, что один. Все. Актив взаимодействия. Физическую науку, понятие кванта ввел немецкий физик Макс Планк в 1900 году. В физике квант – это, еще раз напоминаю, неделимая частица энергии света. Лазерные, например, потоки – один из образцов квантовой теории и практики. Вот такая вот интересная у нас теория получается. Теперь квантовый переход. Что такое, чтобы нам двигаться дальше? Квантовый переход – это скачкообразный переход материи планеты и ее населения. Запоминаем. И планета, и население. Все вместе. Вот все вместе. В качестве новую минимальную ступень в сторону астрального мира. В астральный мир переходим. Повыше, то есть поднимаемся. Астра – это звезды, напоминаем. К звездным телам. Материя примет утонченное состояние, а пространство будет пятимерным. То есть у нас есть трехмерное пространство плюс четвертое время. А тут еще что-то добавится, какая-то вот еще что-то там. Пятая мера. Переход обусловлен увлечением частоты вибрации магнитного поля планеты со всем ее населением. Со всем населением. Частота вибрации увеличивается на то количество, которое обеспечит переход в ближайший уплотненный астральный мир. Вот такие вот загадочные пассы мозговые в мозгах происходят, когда мы читаем это. Ну и еще немножечко определений. Признаками квантового перехода являются ускорение времени. Запоминаем, ускорение времени – это один из признаков квантового перехода. Развитие животного растительного мира. Развитие. Куда – непонятно. Но развитие. Увеличение скорости течения рек. Объемов водной массы на планете. Падение стабильности температурного режима. Неожиданная смена климата в течение года. То есть быстрее все пошло. Быстрее все развивается. Ускоряется время. Необходимо осознать, что время логики ушло безвозвратно. Так пишут те, кто занимается этими историческими вопросами. Сейчас нужно учиться принимать события, которые не соответствуют устоявшемуся мировоззрению. Квантовый переход произойдет по их расчетам в 2030 году. А вот он начался примерно в 1994 году. С момента изменений параметров в многомерной кристаллической и магнической решетках Земли. Закончится этот период примерно в 2030 году, как было сказано раньше. Когда будут стабилизированы основные параметры изменений. Запоминаем, что здесь разговор идет... Про кванты. А квант – это составляющая, неделимая часть всей нашей Вселенной. Кванты. Запоминаем. Но разговор идет только про Землю и ее прообитателей. Вот это нам тоже поможет дальше разобраться с тем, а что же на самом деле у нас есть. И на самом-то деле начинать надо наш разговор не с этого, что такое квант, что такое квантовый переход, когда он начался, что будет там про многомерие, маломерие и так далее, а про другое. Что такое эзотерика и что такое шизотерика. У нас уже была передача «Отличие эзотерики от шизотерики». Но она несколько минут длится и не все умы ее смогли осилить. Поэтому для тех, кто не осилил тогда, напомню. Эзотерика – это скрытые знания, вернее так, скрытая информация, дорастив свой мозг, до которой можно ее познать и перевести в знание. А знание – это всегда то, что применимо в жизни. Запоминаем. Эзотерика – это скрытые до поры до времени информационные какие-то пласты, до которых человек дорастает и получает либо непосредственно через свой канал, либо через какие-то явления, либо через учителей, ну, либо, может быть, через какие-то книги. И это превращается в знание, а знание всегда применимо в жизни. То есть эзотерика – это всегда применяемое в жизни. А шизотерика – это размышления каких-то знаний, которые в жизни не применяются и применить их невозможно. Это майя, это иллюзия, это бред сумасшедшего, это разглагольствование о том, чего нет, это увод в сторону, это саморазрушение в конечном итоге, это самоубийство. То есть это Кащенко, палата номер 6, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому эзотерика – то, что применимо в жизни, а шизотерика – то, что в жизни неприменимо. Вот с этого я рекомендую, наверное, нам начать, а потом уже начинать разбирать все, что связано со всякими там квантами, квантовыми переходами. Касается ли это только нашей Земли, касается ли это всего пространства нашей, например, галактики, либо всего пространства нашей Вселенной. А может быть и всех миров. Вот так вот я обозначу начало нашей темы, а дальше передаю тебе образы правления, чтобы ты тоже что-то такое интересное сказала о своем рассуждении. Хорошо, тогда Алексея попрошу поставить картинку один. Это то, как нам, некоторые люди, представляют переход нашей планеты в другое пятимерное пространство одной нашей планеты. Здесь показан такой небольшой червячный переход, но это происходит, по их мнению, по одному из мнений практически моментально и уже произошло. Другие, вот как Алексей сказал, идут с 1994 года, по 30-й будет идти. Но давайте будем разбираться и поймем уже вообще, что такое переход и изменение качества в количество. Каким образом вообще происходят все изменения на нашей планете, галактике, Вселенной, мироздании и так далее. Вот вторую картинку можно поставить. Это то есть как представление человека, который не может, например, каким-то образом по эзотерическим знаниям глубоко вникнуть в строение нашего мироздания. Вот как он это видит все. И потом ему многие рассказывают, показывают, как это может быть. То есть очень много материала сейчас в интернете. Можно, налагая научные знания, эзотерические знания, видение свое и опыт, представить каким-то образом. Но это опять же в зависимости от чувствительности человека, его прохождения жизненного пути и других параметров. Далее третью картинку можно поставить. Это тоже как, например, представление всего лишь нашего уровня, четырехмерного пространства, которым находится наша планета Земля, так называемая, с центром мироздания именно этого уровня. Дальше картинка номер четыре. Тоже упрощенная система, начиная от нашей Земли, солнечная система, галактика, потом круг галактик, система галактика, а потом уже Вселенная. Ну и вот этого вот всего, вот это вот все, что наверху, это входит в нашу Вселенную. А таких Вселенных, ну, очень много. То есть даже вот уму непостижимо, и представить это тяжело. Дальше картинка номер пять. Это где находится наша Земля, или солнечная система, относительно галактического центра, центра галактики. Вот она, нашим Солнцем. Ну, так можно представить. Это все, такая вот точечка во всем этом строении. Дальше картинка номер шесть. Это приблизительное схематическое положение Солнца в нашей же галактике. Галактика изображена в виде диска с внутренним свечением большим объемом галактики центра. Но на самом деле вокруг вот этой галактики, она кажется вот такая дискообразная, но она все-таки вытянута и приближена к яйцеобразному. Еще сверху относятся звездные звезды, которые образуют такую все-таки шарообразную. Но нет в мироздании систем, которые именно вот Солнечный систем, Земля, Солнце и так далее, Вселенные, которые бы имели плоскую структуру. Это не плоская структура. Это просто нам показано в таком минимальном размере, что мы могли все-таки это понять. Дальше картинка номер семь. Галактикой выделена наша Солнечная система, которая находится в рукаве, как предполагают название, можно не говорить, потому что она так может назвать. Но если ученые назвали в рукаве Ориона. И вот эта схематичная дальше восьмая картинка, тоже положение Солнца относительно центра галактики и четырех рукавов нашей галактики. И давайте сейчас подумаем о том, что вот наша Земля находится в Солнечной системе. Наша Солнечная система находится в одном из рукаве нашей галактики. Земля вращается вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг центра галактики. Галактика вращается вокруг центра Вселенной. Наша Вселенная вращается вокруг центра Вселенных нашего уровня, всего мироздания. И все они не просто вращаются по определенной траектории, кругленькая, как круг, но по определенной траектории, которая может быть эллипсоидом. И вращаясь в этом эллипсоиде, она спиральное вращение. То есть всё взаимосвязано, всё взаимосвязано в нашем мироздании. И какая-то отдельная Земля, она не может перейти в другое измерение, то есть покинуть наш уровень мироздания для того, чтобы оказаться на пятом уровне планетарном мироздании и что-то поменяться только с Землёй. Всё происходит очень плавно. И если говорить о замысле нашего Творца, Высшего Разума, его миссия якобы, по мнению многих, помочь людям пробудиться, преодолеть бессознательно низкочастотную выработку эмоций, сделать переход в осознанное качество проживания всех наших чувств. И поможет это нашему жить на нашей Земле созидательно, а Земле стать планетой высокочастотных вибраций. И Вы думаете, что Высший Разум, придумавший всё это мироздание, не только с нашим уровнем, не только нашу Землю, но и с нашей Солнечной системой, со множеством Солнечных систем, галактик, Вселенных, миров, не знал, что он делает. Всё в этом мире проявляется и появляется по воле того же Творца, Всевышнего нашего Разума. И уже появившись здесь, мы имеем всё необходимое, чтобы укрепиться и вырасти и в духовном развитии, и выполнить своё предназначение. Уже в этом есть помощь. То есть возможность стать сильнее, лучше каждой в своём. И теперь, если говорить о том, что возможен ли переход и каким образом это происходит, можно сказать, что ради возможности человека, четырёхмерного пространства нашего, не могут в нём развиться, если у него есть устремление и цель, и возможности. То есть вот живя в нашем мире, мы же знаем, что люди тоже могут проявиться в святимости, но если говорить о том же и Будде, и Христе, и множество учителей светлых, которые приходили на нашу Землю для того, чтобы что-то дать. И много было разных времён, в которых было и трудно, и благостно. Но если уже говорить о том, как заселилась наша Земля, то это было до этого, как она заселилась высшими нашими предками, шести метровыми, семиметровыми, может быть, больше даже с высшим разумом, и какая у них была составляющая их духовного развития, их осознанности. На Земле уже тогда были существа и жили существа. По мере развития, по мере создания определённых условий на нашей Земле, об этом мы сейчас не будем говорить, на нашей Земле проходили обучение, и люди, и разные существа. Всё в этом мире, на этой Земле всегда проходит обучение, и каждый на своём уровне. И по мере прохода нашей Земли по траектории, которую я говорила ранее, она в определённое время оказывается и на низкочастотных вибрациях, то есть там, где светимость меньше, где света больше, то есть она, поднимаясь как по этому эллипсу, вращаясь со всем нашими Вселенной, галактикой, Солнечной системой, она оказывается в том месте, где эти вибрации значительно превышают те, что были в тёмном мире, когда это находятся, низкочастотные были вибрации. Но сейчас это время пришло. Мне кажется, что вот это наше состояние, когда люди начинают о чём-то задумываться, это, во-первых, от того, что они получают много больше информации, подходу, то есть могут приобрести определённые знания, основываясь на опыте, и получая информацию, например, из интернета, из книг, библиотек разных и так далее. Во-вторых, никто не запрещает каждому человеку развиться в данное время, находясь в данных условиях. Он приходит своим предназначением. И если он проявляет своё желание учиться и проявляться, то все то, что его окружает, всё вокруг, и как раз идёт ему в помощь. Ну и самое главное, всё развивается, должно самоубъективно выбирать, что ему нужно для проявления его качеств здесь и сейчас. Да, вибрации, частота, они, конечно, меняются, и сейчас больше увеселивается эта частота, и поэтому человек может, настроившись на эти частоты, глубже взглянув в себя, в своё будущее, настоящее, и даже в прошлое, он уже понять, что каким образом ему вти, что ему выбрать, чтобы выполнить задачу и идти дальше. И уже в то другое измерение. Дальше у Вселенной поднимаясь по уровню выше и выше, становясь по качествам и приближаясь к Богу. Ну вот моё такое выражение того, что я хотела сказать, и, Алексей, дополни, может быть, мы дальше с тобой поведём беседу, и я ещё найду вопросы или свои соображения, и тоже их выскажу. Вот надо ещё раз нам напомнить, что квант — это неделимая часть, и квант ни с чего не состоит. Удивительно, правда? Если ни с чего он не состоит, то это означает, что этого не существует. Однако этим меряют что-то. Парадокс. Этого нет, но этим меряют. Это из той же серии. Вот тебе сантиметр, либо метр, но его нету. Вот измери им что-то. Нету размера, нет величины, нет понятия. Но измери им что-то. То есть дырка от бублика. Пустота. В своих семинарах, лекциях я рассказываю, что наш мир на самом деле состоит из пустоты, если так разобраться. Но тогда, наверное, наука должна вставать на другие рельсы и размышлять о чём-то другом, а не о том, о чём сейчас размышляют. И у нас возникает парадокс мышления. Научники, те, которые учёные, многие из них, когда стали изучать глубины, всё дальше, 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 а помните, атом переводится как неделимая. Вот изначально греческие сказали философы, что атом – это минимальное, из чего всё состоит. А потом оказалось, нет-нет-нет, там ещё есть электроны, там ещё есть вот эти, вот эти, вот эти, а потом ещё вот это, вот это. И в конечном итоге есть то, что вообще является первоисточником. Но и это тоже казалось не первоисточником, потому что якобы есть ещё эфир. И вот учёные, которые не мудрствуют лукаво, а так вот пыхтят в своих лабораториях, они дошли до того, что на самом деле всё состоит из пустоты. То есть, что наши предки знали. Ну, пустоты-то не бывает, но вот квант – это всё, вся основа – это пустота. И они сказали, ну, тогда должно быть что-то, что эту пустоту каким-то образом собрало, упорядочило. Кто-то должен заниматься, или кто-то должен был настроить эти процессы. И тогда учёные стали говорить, что есть Бог. Есть Бог. Есть, называть по-разному, абсолют, творец. Но это опять мудростные лукавые. Обратились бы к опыту и наследию предков, там всё это прописано. Кто чего, когда создавал, и когда это всё было сделано, кто мы такие и так далее. Но в учёных кропящих лабораториях, видимо, времени нет на это. Поэтому они жизни кладут. Как это, помните, новогоднее приключение Маша и Витя, песня Кощея, да? «Бьёшься ты уже столетие над секретом долголетия», а его уже открыл Кощей, да? Вот если обратились к опыту, наши предки давно всё это было бы известно, они бы тогда не мучились бы и уже находились бы в другом состоянии. Так вот, если квант ничего не состоит, то тогда идёт другой разговор. Теперь идёт разговор с точки зрения шизотериков. Ага. Если он ничего не состоит, значит, видимо, можно вот эту пустоту куда угодно перенаправлять, можно как угодно её складывать. Но опять вопрос, как вы будете складывать то, чего нет? Ну, построите дом из кирпича, которого нет. В общем, здесь куча таких вопросов возникает и к учёным, и к шизотерикам, а не эзотерикам. И вот, например, давайте мы разберёмся с тем, что написали наши друзья, вот я называю, реальные шизотерики. Признаками квантового перехода являются ускорение времени и развитие животного, растительного мира, увеличение скорости течения рек, объёмы водной массы, планеты, падение стабильности протонного режима, неожиданная смена климата в течение года. Ну и так далее. А теперь скажите, если всё, по большому счёту, всё, и вот моя одежда, и я сам, и вы, и то, что вам показывает меня, моё изображение, состоит из квантов, то есть пустоты, то всё подчиняется тогда квантам. Как себя квант ведёт, так и будет всё подчиняться. Поэтому вот эти часики, которыми измеряется время, они тоже подчинены кванту. Изменяется квант, меняются атомы, меняются молекулы, меняются составляющие вещества, и тогда часики, как показывали 24 часа, так они будут показывать 24 часа. И вы как жили в этом пространстве изменённом, с изменённым мозгом, так и будете его ощущать. Никакого измерения, ускорения времени вы не ощутите, и вы приборами не измерите. Вот если бы, например, у вас движение Солнца, движение Земли ускорилось, и поэтому день, например, там, стал не 24, ну, сутки стали не 24 часа, например, там, 12 часов, а часики ваши показывали 24, тогда бы нестыковка была. Не за 12 часов, вот это день, ночь, день и ночь сменяется, а за 6 часов сменялось бы, и это было бы наглядно видно. Но этого же не происходит. Развитие животного растительного мира, ну, связано ли с квантом вообще? Вообще-то, вот, когда солнышко светит, греет, то как-то и растения хорошо растут, когда тепло и пища достаточная, и животные хорошо растут, и когда какие-то условия меняются, вообще вот меняются условия на Земле, то там вода пребывает и убывает. Мы сейчас видим, много чего бывает, пребывает. Подвижка внутри Земли и внутри других земель, вращающихся вокруг Солнца, к примеру, находящихся в Солнечной системе, я уж не говорю про то, что не вся Солнечная система современным ученым полностью описана. Есть еще Земли, которые за пределами так называемой нашей Солнечной системы находятся, которые принадлежат к Солнечной системе. Об этом тоже давным-давно наши предки знали. Ну, так вот, во всех, на всех Землях происходит изменение. Мы вошли в то самое пространство, в нашем руках и в нашем галактике, где по-другому немножечко все настроено. Но это не квантовое изменение. Квант касается всей Вселенной и всех миров Вселенных на этом уровне. Поэтому, как вот день приходит, солнышко ярко светит, так и уходит, солнышко меньше светит. Вот то же самое. Мы перемещаемся в пространстве вместе с Землей. Здесь похолоднее, здесь потеплее, здесь поразряженнее, здесь, наоборот, давление больше. Вот с чем это связано. Это в первую очередь. И поэтому и стабильность от этой теряется, и поэтому движения магматические усиливаются, и поэтому что-то там затапливает, что-то, наоборот, осушается. И это не с изменением кванта. Теперь дальше идем. Про шизотериков, опять же. Вот эта вот фраза, конечно, она меня убивает. Необходимо осознать, что время логики ушло беззазратно. Для кого? Если человек лишается логики, а живет только своим каким-то представлением, то 99% случаев это будут ошибочные, иллюзорные представления. Это будут психбольницы на выезде. Если он живет только в логике и отключает что-то божественное, это тоже психбольница, потому что он будет разрушать все. Это животное начало. Время логики не может пройти, как время ощущений, знаний и ведания не может пройти. Мы должны это вместе все воспринимать и вместе развивать все основы своего бытия. Начинать с животное, заканчивая божественным. От божественного приходим в животное, от животного возвращаемся в божественное. Вот поэтому вот так вот движемся. Это законы мироздания, поконы вселенского бытия. И поэтому убрать логику, это означает, что, ребята, идите лечитесь тогда. Реально идите лечитесь. Такие заявления – это заявления людей, которые лишены уже здравого смысла. И что же тогда двигает людей, которые такие заявления делают? Вот шизотериков, которых я реально называю шизотериками. У этих шизотериков есть две проблемы. Мания величия и страх. Страх смерти – это связано с животным началом, и поэтому хочется продлить жизнь. Вот они цепляются за эту жизнь. Как животные цепляются за эту жизнь. А мания величия, вот это самовозвышение, приписывает им какие-то там магические возможности, что-то там еще они могут делать такое, что другие не делают. И они возвышаются над другими людьми. То есть это гордыня. Вот в гордыне и страх, это дочь страха и гордыня, так и мания величия. И вот отсюда и появляются вот эти шизотерические самообманы, которые они втягивают других людей. Потому что логики, как они пишут, нету, все. Так они и были без логики, безумные люди. Логика – это проявление ума. А ум твой должен следовать от разума. А разум – это осознание, понимание, ведание и так далее. Так получается, ум не работает, разум не способен принимать, значит, нету ведания, из которого все принимается. А если нет ведания, значит, божественно. То, что веда – это мудрость, божественная мудрость. Они пытаются говорить о бой, как они себя представляют, о божественных людей, как они себя представляют. Это майя, это иллюзия. И получается, что они утягивают с собой в эту могилу самообмана тех людей, которые доверчивы, которые в это верят. Ну, может быть, так и надо. Может быть, как раз вот и война – это. И вот такие вот явления, какие-то там секты – это как раз такая очистка идет. Может быть. Страшно, но это так и есть. Ну, и теперь стоит вопрос. А вообще, зачем людей-то переводить? Ну, вообще, зачем все переводить на новый уровень вот так вот? Зачем пятое измерение какое-то врубать? Если наша вся вот эта вот пространственная часть вся наша Вселенная и миры Вселенной, как параллельные, так и какие-то там явные, живут в трехмерном плюс четыре. С другими измерениями есть уже Вселенные. И нижние тоже есть. И изменение чего-то одно невозможно, как сказала Вера. Меняется сразу все. А зачем это нужно? Шизотерикам это нужно, потому что они боятся смерти. Им хочется вот это свое величие продлить в новых каких-то качествах, новых ощущениях, чтобы они пожили еще там тысячу лет, миллион лет. Но это потребители, это паразиты. Шизотерики – паразиты. Ведь давным-давно все продумано. Есть путь золотого восхождения души и духа. И физические тела смертны здесь. Как раз вот для этого, чтобы мы прошли тот опыт, который нам нужен на этом этапе физических тел, и после этого, пройдя суд совести предков и богов, получили новое распределение, словами правилами, в новые пласты новых миров Вселенных с новыми телами в новых измерениях. Там это уже есть. Зачем вам вот это все, то, что здесь настроено для прохождения опыта, перетаскивай дальше. Представляете, это примерно то же самое. У вас есть школа, где есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, десятый, одиннадцатый класс. Есть рядом училище или колледж, как хотите назвать. Есть дальше институт. Дальше есть производство. И вы обучаете детей в этой школе не вот так вот, как на конвейере. Первый, потом второй, потом первый опять заполняется. Второй, третий, первый переходит во второй, первый опять заполняется. И так вот до одиннадцатого. И вот такой конвейер, смена, смена, смена. А вы говорите, нет, мы не будем этой смены делать. Мы вот всех детей в первый класс загрузили, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, десятый простаивают, потом эти дети переходят во второй класс, учатся чему-то, первый не набирается, потом в третий, потом в четвертый, доходит до единства, и вся эта школа полностью переводится на уровень колледжа с одним только классом. Ребята, а другие-то что сюда не входят? Для других что, образование больше не нужно? Вот эти вот шизотерики, лишенные логического мышления, себе даже не могут представить, что этот пласт, это пласт обучения, где постоянно новые входят, 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 в новых ситуациях что-то меняется, но новые ситуации, кто-то там где-то проходил сюда на стажировку, а вы хотите перевести на новый план? И что, и заново создавать вот эту всю школу, что ли? А с училищем, она целиком дальше? То есть это и школа имени одного класса, училище имени одного класса, институт имени одного класса, работа имени одного класса. Вот как они в первом классе все были, так это они в училище, потом институт, потом работают все дружно на одном предприятии. Так что ли, ребята, у вас что, на самом деле логики нету, мышления? Вы даже не представляете, насколько велика Вселенная, насколько она мудра, насколько вот эти миры Вселенных мудры. И трёхмерный мир плюс четвёртое измерение Он здесь нужен, его не надо никуда переносить И не надо его сюда запихивать ещё кого-то Проще человеку уйти из этого тела Человекам, людям, существам И явиться в новом мире С новыми измерениями, в новой задачей Где тоже всё простроено Своё уже там, не школа, а институт, к примеру И потом также перейти на следующий уровень Насхождение души и духа Это проще так сделать Но ваш внутренний страх и гордыня затмили вам мозги И вы людей танчите в эту пропасть Почему? Потому что вы сами блуждаете в мае Вы сами уже заблудились И других туда тянете Это всякие там созидательные общества Какие-то там секты типа этого Которые блудят, 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 блудят Людей ведут в никуда Придумывают какие-то бредовые идеи Остановить движение магмы Затушить это, сделать это Ребят, вы что, с ума сошли? Любое вторжение Внутреннее движение Земли Там в магму Либо в ядро Это уничтожение всей земли Вы бложки на этой земле На этом живом существе Вы пытаетесь Своим бредом, своим страхом Залезть куда-то Да ещё людей сюда притаскиваете И будете собирать ещё деньги И будете биться за это Всё равно Мне не даст никто это сделать Потому что это будет разрушение Вам никто не даст землю разрушить Но вы даже в голову С этого не можете представить Вы живёте в своих страхах Иллюзии Вот в этой То же самое, как вот эти шизотерики Ну, по сути дела Это тоже шизотерики Как сектанты какие-то Которые живут В религиозной секточке И не представляют Что если оказывается Ещё другой мир Более мощный И не один только бог А дети богов есть И не пол-боги А есть ещё и боги Как с сектантами разговариваешь Извините С кришнаитами некоторыми Это вообще беда какая-то Убитые люди Реально Убитые люди Которые вообще не понимают Что происходит Они как свидетели иеговы Ходят с книжицей В которой прописаны цитаты Из Махабхарата, например И потом эти цитаты Какой-то умный человек разбирает Скажите А чем вы Вот такие вот Продвинутые Высокие Свидетели Кришны Отличайтесь Свидетели иеговы Которые также ходят с Библией И у них также цитаты прописаны И также есть Высказания толмачей Как надо правильно разговаривать Чем Но ничем вы не отмечаетесь Но Кришна же не этому учил вас Он не для этого приходил на землю Он секту своего имени Не создавал Он давал знания Давал видение А вы создали секту И теперь кто С вами говорит на другом языке С уровня того же Кришны Вы готовы расстрелять Я говорю Да и явится к вам Кришна Вы его расстреляете Потому что то Что он будет говорить Сейчас и здесь Не будет соответствовать тому Что в вашем Талмуде написано Как те Которые Свидетели иеговы Также будут Там трактовать что-то И других будут уничтожать Если кто-то не согласен Как и свидетели Какого-то там Иисуса Или кого-то еще Убьют самого Иисуса Он сейчас явится И скажет Ребята вы что делаете Как и последователи Будды И других Готовы будут убить Самого вот этого Своего начальника Который дал начало всему Потому что Он скажет что-то новое А это не вкладывается В Писание Вот что такое Шезотерика Теперь давайте Все-таки попробуем Логику включить Для тех Кто еще способен Чуть-чуть помыслить Итак Какие варианты Возникают Когда мы говорим Про вот этот Самый квантовый переход О котором говорят Уже давным-давно Я застался эти разговоры Ну например Первый вариант Изменился квант Изменилось все Все Не только на земле Не только в солнечной системе Не только в галактике Но и во вселенной вообще И во всех мирах Нашего трехмерного пространства Плюс четвертое время Сразу везде все изменилось И остались Только те Кто соответствуют Этому всему А что произойдет Когда изменится квант Вот исходя из этой теории Все что не соответствует Все что старое Уничтожится Даже пыли не останется Ни от ваших домов Ни от вашей одежды Ни от чего Все кто не соответствует И живые и неживые Будут уничтожены просто Они распадутся До уровня квантов Потому что по другому Кванты начинают действовать Означают другие связки Уже внутри атомов Молекул и так далее Все ничего не будет Пустота И вот вы такие продвинутые Крутые Окажетесь в пустоте Висящие Даже космосом Это назвать нельзя Просто висящие Где нет ни воздуха Ни земель Ничего Ни еды Ни питья Не подходит эта теория Ну нет смысла тогда Останутся сто человек С этого уровня земли Там еще с каких-то других земель В нигде Вас это устраивает? Нет Не подходит Давайте дальше смотреть Перейдут только добрые Ну в кавычках Травоядные Как называют Которые безобидненькие Такие Которые никого не убивают Которые так вот ползают Слизни те же самые Они же добрые Они же никого не убивают Бабочки Они же никого не убивают Ну капусту поели Подумаешь Там листики пожрали А дальше Окуклились Выявились бабочки Все нормально Хорошо Красиво А вот волки Например Кто пожирает Всякие там акулы И прочее В том числе Недобрые люди Недобрые строения Будут разрушены Потому что они Не соответствуют Вибрации Новым А теперь Представьте себе Остались только Кролики условно Антилопы Вот те Кто никого не разрушает А хищники Пропали вообще И пропали мерзавцы Что дальше А дальше Вот эти все Антилопы Все эти кролики Слизни Начинают развиваться В немеренном количестве В немеренном количестве И через какое-то время Вы уже не сможете Ходить по земле Потому что нет хищников Которые регулировать Могут Количество этих Поедателей И вы будете ходить Голодными Вы потом возьмете Дубину И будете шарахать Сами этих кроликов Потому что они Очень сильно плодятся И слизни вы будете убивать Потому что Вы уже скользите Просто на них Тоже вариант Не подходит Так Третий вариант Перейдут все И живые И неживые Вообще все А смысл-то Какой Потому что Плохим тоже Надо переходить Значит получается При квантовом переходе Все это пройдут То есть Первый Второй вариант Не приходит Ну не годится Значит когда пройдут все И смысл тогда Друзья Говорить о квантом переходе Какой Если вы его временем Не определите Потому что Все начинает работать По кванту Новому Часы новые Они будут работать Так же Как и работали Для вас ничего не изменится Для вас ничего не изменится Они как 24 часа Оттикивали Так и будут Даже если На самом деле Вы живете В сто раз быстрее Вы этого не заметите Потому что Все ускорится В сто раз быстрее Все И вращение земли И ваше жизнь И дыхание Но часы будут Показать то же самое Вы не увидите Этого изменения Никакого Какой смысл Говорить о том Что вы Не увидите Не ощутите Приборами Не сможете измерить То что все приборы Стоят из атомов Молекул Из молекул атом И из кванта В конце концов Изменится квант Все изменилось Он как работал Так и работает Компьютеры Так же будут работать Зачем Вы занимаете Жизнь Глупостями И свою И других Людей Если от этого Ничего не изменяется Вот как оно Изменится Так оно и будет Что будет Происходить То и будет Не проще ли Заниматься Вопросами Взаимодействия Любить Жизнь Не как вы Ее представляете Как она есть Не быть В какой-то секте Объединяться Соединяться Рожать детей Как это на нашем уровне И положено Потому что Если добавится Какой-то там Пятый уровень Сразу все исчезнет Уверяю вас Сразу все исчезнет Потому что Продуман Более правильный путь Еще раз называю его Золотой путь Восхождения души и духа Со сменой мерности И с переходом В новых мирах С новой мерностью В новых телах Он продуман Божественно Вы являетесь Богоборцами Вас не устраивает Это Потому что Страх животный Тут мне Человек Написал Еду Из командировки Домой Возвращаюсь А он тоже Такой продвинутый человек Все хорошо Замечательно Возвращаюсь С командировки Никого не трогаю Еду в поезде И в купе Вдруг тетенька появляется Видимо такая Летящая парящая На всю голову Видимо только что Встречалась с кем-то Только что На каких-то там Семинарах побывала И вот Включает На своем телефоне Или на планшете В общем на чем-то Включает Лекцию Семинар О личном пространстве И включает так громко Что на все купе О личном пространстве Как не нарушать Личное пространство Как сохранять Личное пространство Ну такая вот прям Вся продвинутая Продвинутая Такая прям вот Свидетельница Вот этого самого Направления Прям вот в этой секты Вся летящая парящая Вот человек говорит Слушай Красавица Ну Одень наушнички Послушай Я очень устал Я хочу отдохнуть У меня был трудный день Там Командировка была трудная Я это все знаю Мне это все Неинтересно Что вы думаете Происходит с этим Летящим парящим Человечком С этой тетенькой Она начинает Возбухать Как Я тебе дарю Это Я деньги заплатила За эту встречу За этот семинар Я тебе даю Возможность Прослушать Чтоб ты лучше стал Человек говорит Да я и так Все это знаю И без семинаров Эти семинары Я давным-давно Лет 10 уже назад съел Да уже в туалет С ними сходил Ты мне сейчас Предлагаешь Съесть то Что я уже знаю Это для тебя Первый класс А для меня Это было в первом классе Ты сейчас в первом классе А для меня Это уже все прошло Что ты мне хочешь Я прошу тебя Послушай в ушах Своих Ну наушнички Одень Там доходит до руганя Начинает уже обзываться Ну Человек вызывает Просто Проводника И просит Утихомирить Тетеньку Обратите внимание Лекция О личном пространстве Вот этот летящий Парящий Сумасшедший человек Побывавший На каком-то семинаре Купивший Эту бредовую лекцию Или бредовую Ее воспринимший Нарушает Личное пространство Других людей И его просят Не нарушать И при этом кричит Послушайте О личном пространстве Да ты же разрушаешь Ты мне Мое личное пространство Разрушаешь Я знаю эту лекцию Поэтому я требую От тебя уже Не прошу уже А требую Перестать Нарушать Мое личное пространство Ты в общественном месте Вообще-то едешь Это купе Не для тебя одного Для нас всех Я не твой раб Я не обязан ее слушать Даже если я не знаю Вот это Шизотерик Летящий Парящий Сумасшедший Которого можно Направлять Куда угодно Который будет верить Во всякую небылицу Который будет судить О Кришне О том, что написано О Кришне Как будто он сам Свидетель Кришне Как будто с ним Сидел чай пил Он будет рассужать О Егове О Иисусе О Будде О Свароге Что угодно Только то, что Что ему в голове Родится И то, что он Что он прочитал В каких-то книжках Что там кто-то Написал О ком-то Это же бред Ребятушки Надо жить Исходя из того Что есть На основу На заветах Наших великомудрых предков Которые проверены Жизнью А не быть Каким-то Читателем Каких-то Оторванных От жизни Разборов И главное Неприменимых В жизни Вот я когда С такими Начинаю Свидетелями Каких-то направлений Разговаривать Как ты это В жизни Применяешь Кроме Летящего Парящего Трясучки Когда что-то Не устраивает Ничего больше нет Семьи нет Детей нет Работа валится Потому что Он на работу Приходит Начинает всем Доказывать Как правильно жить И так далее Вот то же самое И здесь С этими Квантовыми переходами Которые заморочили Уже всем голову Мы даже уже Когда на Алтае были На Бии сидели Мы даже записали Передачу Про квантовый переход Где так В шутливой форме С Еленой Андреевой Об этом поговорили Сказали Да все уже произошло Успокойтесь Сделайте дела Поэтому еще раз Вот эти вот все Разговоры Про какие там Свидетельства Неважно кого Свидетели Кришны Яговы Там еще кого-то И разговоры Про вот эти Квантовые скачки И там летящие Парящие Давайте всех будем Любить Но при этом Будем уничтожать Давайте будем Говорить про личное Пространство Прям разрушать Другое личное Пространство Это тесты Очень хорошие Тесты для вас С кем нельзя Начинать Какое-то дело Это маленький Ребенок А может быть Уже и сумасшедший Не просто маленький Еще и сумасшедший Добавок Вот такие вот дела Так что Давным-давно Все продумано Продумано Свыше И не надо быть Богоборцами Которые хотят Что-то изменить Только потому Что у них есть Животный страх Смерти И они Свою тутутушку Восторженную Летящую Парящую Хотят перенести В новую пространство Это паразиты И сами Неживущие Летящие На всю голову Над пространствами Мироздания В своих иллюзиях И уводящие В сторону Других Доклад закончил По конам Мироздания Каждое существо Каждая планета Каждая солнечная Система Каждая галактика Все рукава Все что там Завязано Все кто Там обитают Вселенная И так далее Должны в первую очередь Позаботиться Сами о себе То есть Проявить определенные Качества Здесь и сейчас Чтобы его Духовный уровень Соответствовал Данному Прохождению Его На этой земле На солнечной системе Галактике Планете На данном уровне Вот Вот к этому Все идет И еще я хотела бы Сказать Это закон Кон Мироздания Который не рушается Никогда Никто Тебе помогать Свыше Не будет Тебе перемещать Тебя Или твою планету Если ты Сам Не готов К этому Перемещению Потому что Ну не вырос Ты Ну сдохнешь И все Разрушишь Семья Разрушишь Все вокруг Разрушится Система От того И кому Кому это Нужно Для кого Все Это Создавалось Наверное Для того Чтобы Решение Каких-то Задач И Для развития Существ В ту или иную сторону Это тоже Люди Это разные Нужны И Светлые И темные Чтобы Здесь Вот на данной Земле Баланс Сохранился Чтобы Вот как Сказал Алексей Либо были волки Либо кролики Такое невозможно И еще хотелось бы Сказать То что Алексей О цикличности О цикличности То есть Вот наша Земля Сейчас Солнечная Система Находится Ну где-то На подходе Чуть-чуть Для того Чтобы Вот как раз Эти вибрации Повышаются И к центру К центру Вселенной Вселенная Повернута К центру Мироздания И вот В связи с этим Пожалуйста Разъясни Поглубже Мне кажется Лучше это Расскажешь Чем я У нас Все циклично Есть Определенные Основы Которые Гермес Трисмегист В свое время Написал Которые Нашими Жрецами Волхвами Тоже Хорошо Были Описаны До Этого Уважаемого Гермес Трисмегиста Где Процикличность По Принципу Цикличности Было все Описано Все циклично Но циклично Может быть Как в западном пространстве Открутимся В одном Так и по спирали Поднимаешься вверх И мы Обязательно Сталкиваемся С какими-то Условиями Которые До этого Проходили Но только В новых Качествах С новыми Обременениями С новыми Дополнениями К примеру В детском Саду Столкнулись С какой-то Проблемой Строительства Домика Ну из чего Из кубиков Продвигаемся Дальше Поднимаемся Выше И опять У нас Стоит вопрос Уже В жизни Построить Когда мы Стали постарше Построить Уже Домик Ну например Из веточек Из палочек Какой-то Шалаш И мы Начинаем Через выживание Курс выживания Учиться Строить Уже Не из кубиков Но тоже Старше Домика Проходит Еще Какое-то Время Мы Переходим На взрослый Уровень И нам Теперь Необходимо Построить Уже Свое Жилище Нормальное Жилище И тут Вот эти Навыки Как раз Видение Из кубиков Умение Выстраивать Обучение Какое-то Ну выстраивать Там Из палочек Из чего-то Из прутиков Шалашики И так далее Которые мы в жизни Попробовали Как течет крыша Не течет Устойчиво Неустойчиво Проверили на шалаше Теперь дальше Мы можем это Уже все Проверять В жизни В нормальных условиях То есть навыки Переходят в нового Учета После этого Переходим еще На другой уровень И теперь мы уже Сами обучаем И детей Из кубиков Складывать И шалаш делать И может быть Строить И так далее Проходит еще уровень Мы опять сталкиваемся С строительством Только уже Например Со строительственным Планированием Большого города И так далее Вот эта цикличность Присутствует всегда Но только Проходя Казалось бы Новый Какой-то Этап Мы столкнемся С прежними Какими-то Вариантами Но в новых условиях То же самое Вроде бы Весна пришла В этом году В том году Была весна И в следующем Будет тоже весна Но каждый раз Весна Какая-то новая Для нас Какие-то условия Новые Чуть-чуть пораньше Чуть попозже Похолоднее Потеплее Осадков больше Осадков меньше Быстрее сходит Снег Медленнее сходит Вообще Не было снега зимой И новые задачи Исходя из нашего возраста Да, опять весна Но в детском саду Когда приходила весна Мы Шли в песочницу К примеру Формочки Накладывали Песочек И учились Что-то делать Когда Формочки Улички Когда мы стали постарше Наступала весна Мы начинали Например Там уже Зачем-то ухаживать Что-то помогали Мы там Красили деревья Например Вокруг них Вокруг деревьев Взракляли землю Перешли на новый уровень Мы теперь Сами что-то сажаем Уже Что-то обслуживаем Мы уже заботимся Или учимся Заботиться о том Чтобы продовольственную безопасность Соблюдать Но тоже весна ведь Еще старше Стали Мы уже не просто Учимся А мы уже знаем Как это Мы теперь уже сажаем Чтобы самим прокормиться И нашим детям И близким прокормиться Приходит еще время Мы еще старше Мы теперь объединяем Других людей Даем задачи Чтобы и те Кто в кулички играет Не скучали В песочнице И те Которые красят И взракляют почву И те Которые учатся И те Которые что-то производят Обратите внимание Мы все оказались В весне Но с нашей позиции Мы находимся Уже на другом витке На четвертом На пятом На десятом По отношению К тем Кто сейчас находится В песочнице Вот эта вот Цикличность С новыми Дополнениями Она очень важна И поэтому Если мы сейчас Представим По диагонали Вот такую линию 45 градусов Линию И проведем Вот такую синусоиду То мы увидим Интересный момент Вот можете У себя на бумажке Это нарисовать Проведить линию Под 45 градусов И вот так Вот такую синусоиду Нарисуйте Вы увидите Что вышняя точка Первой синусоиды Равняется Примерно Либо Середине Либо нижней точке Но в зависимости Как вы это нарисовали Как я там плетут Следующие синусоиды Потому что В линии идет В роста А следующая Высшая точка Будет там Нижняя точка Либо посерединке Следующего уровня И вот так Как ступеньки Мы поднимаемся Поднимаемся Это покон Вселенского бытия Так устроен Наш мир Поэтому Все находится В развитии Все находится В движении Есть и Единственная борьба Противоположная Есть признаки пола Есть как вверху Так и внизу Копирование Есть развитие В цикличности Но есть еще Принцип управления Который Гермес Рексимегист не описал Не знаю Специально это сделал Или нет О котором наши предки Знали Есть еще Дополнительный принцип Управления Слаживания И управления Сложения Всех этих качеств Потому что Подельности все разбирают Во всех школах А вот слаживания Нету Об этом не говорят Так вот Есть еще принцип управления Без которого Все это рассыпается Каждый сам принцип По себе Не может существовать Отдельно Все принципы Должны быть в сложении Только когда Мы объединяем Все вместе Мы получаем цельное То же самое Как человек Есть органы Чувства человека Мы видим Мы слышим Мы нюхаем Можем лизнуть Потрогать и так далее Но если мы убираем Все остальные органы Остальные только потрогать А у нас нет Ни зрения Ни слуха Ну что это такое будет Либо когда мы Остальные только понюхать Либо какие-то два Либо когда Голова отдельно А туловища нет Либо когда Ноги сами по себе Либо орган Какой-то Не бывает такого Это неполноценное Поэтому В нашей жизни Цикличность Присутствует Всегда Но она всегда Взаимодействует С другими Какими-то И обстоятельствами И условиями И задачами Наше Цельное понимание Сказать Что есть главная цель Ради чего Мы живем Ради чего Существует Наша семья Наш род Наше общество Страна Держава Мир Солнечная система Галактика Вселенная Миры Вселенных Вот когда мы так Смотрим Мы тогда Из шизотерики Вываливаемся Потому что Мы тогда Как и завещано Было Нашими великомудрыми Предками Богами Себя должны Обеспечивать Чтобы печали Не было Чтобы по ком Не пекло А не когда печку Разнесли Как некоторые говорят Обеспечивать Чтобы без печали Жить Значит Заниматься трудом Объединением Сложением Складыванием И сложение Складывание Одно и то же Но поэтому Сложение Складывание И нам все дано Вот самое главное Понимать Нам все дано Ничего больше Либо меньше Нашей меры Нашей цели Нашей задачей Личной Семейной Родовой Общественной Державной И так далее Не дано И не убрано Поэтому дурачок тот Который В страхе живет В животном в начале Рассуждает о чем-то Вышнем Но при этом не понимает Что Ты должен Добывать это все Ты должен это делать У тебя есть все Ты только должен Определить свое место В этой жизни Для чего тебе дано Кем ты в этой жизни Должен себя проявить И что ты должен сделать И как должен с другими сложить И дурачки Постоянно Другим мешают Себе мешают И все время Плачет Всем недовольны Вот это Очень важно Мы должны Постоянно трудиться На всех уровнях И на животном в начале И на сердечном И на разумении И на высшем Сознание Нельзя оторваться Только одним От чего-то Будем Не полноценные Человеки И богами Тогда не станем И смена мерности Тоже продумана Все условия Продуманы Поэтому Глупый Дурачок Кричит Что от нас Ничего не зависит Нам ничего не дадут А давайте Мы сейчас Перенесем Свои тела Куда-то Это Бестолковый Глупый человек А человек Взрослый Говорит Так Никуда ничего Переносить не надо Мы туда Перенесемся и так Давайте здесь Мы выполним Те задачи Которые Надо выполнить Начнем с себя Поможем другим Объединимся Вместе Сделаем тот мир Здесь Который Будет Нас устраивать Который Будет По оконам Вселенского бытия По божественным Началам Проявлен И в который Не стыдно Пригласить Друзей Знакомых Своих Родичей Пригласить Чтобы они Сродились Да и в самому Случа Сюда Например Родиться Вот что Нужно делать А не мечтать Как-то Гусеница В каком-то Мультике Да ничего Не делай Ничего Не надо Делать Вот лежи И все Все пускай Там трудятся А вот я лежу Ничего не делаю Я гусеница Остану И взлечу Ни с того Ни с сего Это про маленького Ослика Что ли Это мультивильм Ну и когда Ослик стал повторять Помню Что с ним Случилось Ничего хорошего Не произошло Поэтому Друзья мои Пока не поздно Перестаньте Витать в облаках У вас Все и так Есть Мир Продуман Весь Вы в этот мир Пришли Зная Условия Бытия Вы должны Пройти Эту школу Покинуть Эту мерность Пройти Суд Совести Предков Богов Получить Новое распределение Исходя из своей Готовности И войти В новые миры Для новых Целей Задач Где-то На уровне Обучения Где-то На уровне Исполнения Вот Что необходимо Понять И сделать Все остальное Это глупости Водящие В сторону Поэтому Цикличность Которую Вера сказала Присутствовать Будет всегда И она дается По мере Дается Исходя из целей Задач И про это Нам забывать Нельзя Да Вот еще Хотела бы еще Дополнить Что Продвижение Нашей Солнечной Системи С Землей Есть также Утро День Вечер Ночь Предрассветные Сумерки Сумерки Вечером Перед ночью И так далее То есть Каждый Определенный Момент Времени Меняется Все Состояние Природы Состояние Воздуха Ощущения И так далее Также И происходят Изменения И на нашей Земле Не только В системе То есть Вибрации Другие Спокойнее Там Когда уменьшаются Вибрации Ночью Утром Более Все Звонко Ясно Ночью Может быть Какие-то Звуки Усиливаются Потому что Тихомируется Другое состояние Определенное состояние Атмосферы И так далее Но вот у меня Еще такой вопрос На самом деле Карму Сейчас можно Отработать Быстрее И это связано Именно С этим Цикличностью То есть Увеличивается Поближение К свету Частоты Вибрации И поэтому Можно отработать Карму Намного быстрее Вот как твое мнение Алексей С этим вопросом Карму Отработать быстрее Можно было Во все времена Во все времена Давалась такая Возможность Неотработка Кармы Связана Только с Глупостью Человека С его Невежеством И с Ленью Когда Главенствует Животное Начало А у нас Была встреча По карме И она у нас На бусте То выложена Подписчики Могут Посмотреть Ее Так вот Когда Главенствует Животное Начало Мы создаем Больше карм Нежели чем Ее отрабатываем Потому что Животное Начало Не ведает Божественно Оно живет В страхе Страхе Смерти Неудач Каких-то Неурядец Проблем И так далее И поэтому Она больше Создает карму Потому что Высшее сознание Отключено Разумность Отключена Работает только В лучшем случае Биокомпьютер Под названием Мозг И проявляются Те умения Которые кто-то Ему вложил По мере То есть как смерду Либо как рабу Либо как там Подчиненному Исполнителю И не более того Когда человек Задумывается Об этом Что это проблематично И так жить нельзя Он переходит На следующий уровень Он становится Уже тем Кто научился Жить Кто уже По мерам Себя выстроил Тот Кто уже Начинает Задумываться О чем Ну кто он такой И зачем он живет И вот он Переходит Следующий этап Когда он Кого-то уже Объединяет Пытается что-то Сложить Что-то сделать Себя обеспечить Другим помочь Обеспечить И тот Становится уже Человеком Там он был Людиной А здесь Становится Человеком И вот На этом уровне Уже Можно Быстрее Отрабатывать Карму Потому что Животного Начала В нем Становится От 75 До 50 А это Уже Хороший Уровень Получается 25-50 Процентов Божественных Начинает Проявляться Следующий Уровень Когда человек Уже Понял Для чего Он живет И свое Предназначение Понял И он Выходит На уровень Социального Мышления Уже Державного Может быть Он не станет Каким-то Руководителем Какой-то Крупной Организации Региональной Какой-то Организации Министром Управителем Может он не станет Но он будет Мыслить Он будет Понимать Как это есть И вот тут У него же Вероятность Того Что животное Им будет Управлять Всего лишь Навсего Около 25 Процентов Ну Максимум 50 Как и было Там Если он Поднимается Не уменьшается И больше Добавляется Божественного Уже 50-75 Процентов Божественного Это очень Хороший уровень Когда он Поднимается Еще выше Когда он уже Азом становится С точки зрения Мышления Понимания Сознавания Даже если Он не жрец Какой-то Да Но хотя бы Сознание Понимание У него Божественного Уже От 75 До 90 Там 9 Процентов И тогда Ему Отработки Кармы Вообще Не нужны Он просто Не создает Эти кармы Он даже Не создает Условия В которых Карма Может завязаться Кармические узлы Первые Те которые Живут 100% Там до 75 В животном Начале Они постоянно Карму Завязывают Одну развязали Другую Завязали Вытащил нос Завяз хвост В грязи Вытащил хвост Теперь нос Утоп И вот так Он живет Те которые Поднимаются Повыше Там уже 75-50% Животного Там уже Можно что-то Отрабатывать Можно что-то Получать информацию А когда Экватор Переходит То тут уже Завязки Кармы Уменьшаются Он уже Если Карма Появляется Как завязка Кармическая Он сразу Сбрасывает Ну посмотрите Семинар Там все это Подробно Рассказано Поэтому Во все Наши Жизни Во все Эпохи Здесь На земле Карму Можно было Отработать Очень быстро Именно отработать Не сжечь Не связать Не отложить Отработать Очень быстро Всегда такое Давалось Такая возможность Всегда предоставлялась Такое давалось Поэтому Говорить Что только сейчас Это возможно На мой взгляд Неправильно Во все времена Это было возможно Был бы вот тут Что-то такое И повыше Разумение было бы И все остальное На раз решается Потому что Если человек Выше разумений Он приближается К божеств Началу А для богов Нету Ограничений Аз Это не тот Кто кричит Авмьесмь Я видел таких Авмьеси так вот настоящий аз это бог в теле человека ограничения у него только вот по возможности расширения физического у бога таких вот в нашем представлении нет ограничений а вот человеческом теле да как аватар бога он кое чем ограничен кое чем вот и все отличие поэтому нет ничего невозможного с точки зрения отработки кармы для того кто мысль по божественно кто является богом по своей сути в мышлении в понимании в осознании мира и такие люди были всегда как и люди всех трех других уровней хорошо можно сделать такой вывод что не все что необходимо дано было всем и каждому свое каждому свое человеку необходимо тогда приложить просто максимум усилий чтобы продвинуться в духовном развитии каждому своем задача каждого человека познать свою уникальность исходя из своего божественного высшего жизненного предназначения то есть цель жизни да свою познать проложить путь к этой цели шаги на цели и учитывая свою уникальность а каждый человек уникален на 100 процентов уникален такого второго нет складывать с такими же уникальными людьми специалистами в своих областях умельцами своих областях со своим предназначениями качествами складывать вместе объединяя здравствуй, для того, чтобы у нас были улучшения жизни, чтобы мы эти уроки здесь, трехмерочки плюс время четвертый, прошли и перешли на новые, например, 16 измерений, не пятимерные, это мелочь все, а 16 измерений, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 и так далее и тому подобное. Чтобы мы двигались по золотому пути восхождения души и душа, души и духа, а не говорили о том, что давайте будем всех любить, но при этом я буду нарушать чужое пространство, еще обзывать всякими гадкими словами того, кто сказал, слушай, изучай сам, не нарушай моё жизненное пространство. Хорошо, у меня еще один такой моментик хотелось бы сказать о том, что человек в принципе и сам является мирозданием, и Вселенной, и Солнечной системой, и Галактикой, и все, что в нем находится, вот глядя на эту картинку, малое находится в большом, а большое в малом. То есть все каждому дано по мере его возможностей и способностей. Так, а теперь пришло время второй части эфира, и после короткой отбивки мы перейдем к ответам на вопросы слушателей и зрителей Народного славянского радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Квантовый переход. Что и как происходит». За время обсуждения в чат поступили вопросы с официальных ресурсов Народного славянского радио, и первый вопрос, вернее, тут даже не вопрос, а реплика. От Димы. Осознанное проживание всех наших чувств. Это надо царя в голове иметь. Это уровень никак не меньше волхва. Ну, давай, прежде чем эту реплику как-то прокомментировать, давай все-таки подведем итог первой встречи. Итак, квантовые переходы происходят постоянно. Постоянно меняется основа, постоянно меняется то, что ученые считают пустотой, ничего не состоящей, но там постоянно эта пустота меняется, исходя из этого меняется все. Но вместе с этим всем меняемся и мы. И поэтому мы, как рыба, живя в этой воде, когда меняется вода, меняется сама рыба. Не замечаем изменений в себе и изменений в другом. Поэтому говорить про квантовые скачки какие-то бесполезно. Второе. Квантовый скачок не произойдет, как вы его себе рисуете. Никакого пятого измерения не добавится, потому что это глупо, ибо продумана вся система перехода на новые измерения более, на мой взгляд, правильная с тем, что мы должны отрабатывать. И третье. Мы должны учитывать свою индивидуальность, должны это понимать, складывая с такими же индивидуальными, великими, уникальными людьми, как и мы сами, чтобы у нас было то, что и должно быть, исходя из предназначения и задач. Мы должны делать то общество, которое хотим, исходя из божественных, вот это еще раз говорю, задач, представлений, то есть в любви, чтобы быть и в радости, в счастье, и в достатке, и в изобилии. Но не только физическом, но на всех четырех уровнях, как я всегда говорю. И животного начала, и сердечного начала, и мыслительного начала, и осознания, разумения, и прочее, прочее. Вот какая наша задача. Отриндеть, уж извините за мой французский, о квантовых переходах, и при этом оставаться летящим, парящим на всю голову, который не может гвоздя нормально вбить, который не может суп приготовить, за детьми поухаживать, или вообще детей нету. Это преступление и перед собой, потому что вы разрушаете свою божественную структуру, потому что вы все время мечтаете о чем-то якобы у вас несуществующим. Это вранье, у вас есть все. Вы и сами боги, у вас уже есть все. Вы только боги пока еще дурачки спящие, которые не поняли, что есть все, это надо применять. Вы мечтаете о чем-то и не видите то, что у вас есть. А раз не видите, значит не применяете. И мечтаете о чем-то, что вам дадут, и являетесь паразитами-нахлебниками. Нахлебники нигде не нужны. Вы пойдете в утиль. Просто в утиль, если так же будете дальше мыслить. Никакого перехода не будет, никто вас выше не возьмет, а вас вернут в первый класс, да еще с ухудшенными, с соседями, которые придут, как это у нас, с подворотни, с глохастыми немытыми, которые вас еще будут тыкать в туалете в унитаз мордой. И будете думать, как же я так... Своих-то, они уже во втором классе, мои-то, а я в первом остался, да еще вот с этими непонятными. Вот что с вами произойдет. Поэтому остудитесь пока. Мозги верните на место и займитесь делом, а не глупостью всякой. Теперь по реплике. Надо цельным быть. Вот это как раз и есть уровень, но я бы не сказал волхва, потому что ведун, обряд одеи, волх, жрец, это не есть одно и то же. Об этом тоже подробно было рассказано. Не раз. Потому что многие путают, считают, что жрец и волх это одно и то же, либо там и так далее. Кто-то там над кем-то поднимается. Это не одно и то же. Жрец и волх это не одно и то же. А вот жизнь рекущий и тот, который принимает в виду живую. Не все волхвы могут в виду живую принимать. А вот жрец уже, если он жрец, он принимает в виду живую. Поэтому он и способен на нее доносить, и способен ее проявлять. То, что царя в голове надо иметь, так это да. Так оно и есть. Но царя должен иметь в голове не только волх, жрец, ведун и обряд идей, а вообще каждый человек. Вот и все. Ну, вообще осознанное проживание жизни и всех наших чувств, не только чувств, но то, что идет, эмоции и дела потом. Все делать с точки зрения, что я делаю, зачем я это делаю, какой будет результат. То есть это должно мгновенно проходить в голове, чтобы не делать вот этих вот глупостей, не ухудшать состояние себя и все, что вокруг, ну и так далее. То есть это должен, в принципе, вот если уж говорить о развитии, то должен подходить каждый человек к этому. Дальше идем по вопросу. Ирина Фуртатова. А кто картинки рисовал? Или кто их придумал? Или кто это видел? Все стороны нарисовал. Как я уже говорила, эти картинки были взяты схемы из интернета, из книг, из астрономических учебников и так далее. Подборка. И, соответственно, то, что немного видно наших вот микроскопов, которые вот и за рубежом и у нас есть. Телескопов ты имеешь в виду? Ой, извините, телескопов, конечно, телескопов, Хаббл и так далее. А то, что касается кто-то видел со стороны, нарисовал, трудно нарисовать то, что видел, потому что это немножко похоже, вот как я вот сказала в начале две картинки, там и все эти червячные переходы и черные дыры и все такое, это все есть вселенная, все это необходимо, все это нужно, и струны, по которым передаются мысли, знания. Ну, очень много всего интересного, и просто изобразить это вот, ну, это будет просто сетка и с точками, непонятно. Так что это взято все из то, что есть в книгах, библиотеках и в интернете. Дальше, Екатерина Петько. Здравия, посоветуйте, пожалуйста, литературу, чтобы лучше, глубже изучить лекционный материал. Благодарю, очень интересно, четко и понятно. Ты можешь порекомендовать? Сейчас это заходите в любую библиотеку, которая есть, историческую нашу, Ленинку, и в любые астрологические учебники, книги, и в интернете, и там, в принципе, все, что есть в интернете, практически есть везде. Все есть. Но что касается меня, я недократно говорил, что я крайне редко изучаю какие-то книги, читаю какие-то книги, поэтому я не могу порекомендовать литературу, я получаю информацию непосредственно и прямо. Поэтому какие-то книги по этим материалам я не могу вам порекомендовать. И вообще считаю, что в некоторых случаях книги, связанные с веданием, бредны. Иногда бывают с веданием именно. Почему? Потому что человек, когда пишет какую-то книгу, он, получается, откуда-то принял информацию, ее переработал с наложением своих взглядов, представлений, то есть он уже ее исказил. Уже исказил. Сказ уже пошел. А исказитель, исказитель, это тот, который ему сказился, то есть немножечко с ума сошел, то есть неправильно передает. И получается, на правильную вроде бы информацию с отбрасыванием всего того, что не легло ему, он накладывает еще что-то свое и пустоты, которые у него образовались, когда он что-то отбрасывал, он заполняет своим видением. Поэтому очень часто эзотерическая литература становится шизотерической. Вроде бы человек начинал все хорошо, правильно, потом углубился в свои какие-то размышления, и у него поперла шизотерика. Таких людей я лично знаю, многие на этом спалились, реально спалились. Начинали очень хорошо, не буду сейчас фамилии, имена называть, но прокол на проколе, начинали здорово, да, их было интересно вначале послушать, и все правильно, а потом все, сказка, 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 и тут такое сейчас уже идет, что мама дорогая. Но они собирают, как мухи собираются вокруг чего-то, вот таких вот шизотериков, которых вот хлебами кормить, да, только сказки послушать, и, наверное, это хорошо, когда все кучкуются в одном месте, хотя бы там не разрушают этот мир, хотя, кто его знает, может быть, так соберутся и разрушат, но таких людей знаю лично, и на нас на радио выступали, и мы перестали с ними взаимодействовать как раз по этой причине, там здравомыслие стало уже отступать на второй и третий план, и стали появляться вот эти вот додумки, и варенье своих мозгов в своем же бульоне, который они сами придумали. Ну все правильно, здесь же опять же включение осознанности и избирательного получения информации, то есть то, что человек должен вообще чувствовать себя, чувствовать свое отношение, особенно понимать, что это нужно, для чего, что это влечет, и включившись, вот у нас же есть некоторые товарищи, которые сами подходят к изучению и значения человека, и роль его в мироздании, и у нас на Земле, и поэтому тоже вот в каждом, в каждом, в принципе, учении можно найти что-то, вот хоть одну строчку, но что-то полезное для человека. То есть все избирательное, как ты говоришь, со здравомыслием. И следующий вопрос от Екатерине Питко. Какова роль Луны в отношении Земли? Каково ее влияние на человека? Ну я думаю, это вот с точки зрения, наверное, эзотерики. Объясни, пожалуйста. Луну, как и любое явление, и любой орган, любой организм, любое тело, необходимо рассматривать на всех четырех уровнях. Первый уровень, самый простой, вот она есть, вот она вроде там ночью освещает и влияет на приливы. Ну вот хорошо, замечательно. Вот есть полнолуние, есть растущая луна, там четверти, рост и уменьшение, ухудшение, там и так далее. Исходя из этого и выстраиваются какие-то циклы живых организмов, в том числе там, можно так сказать, у животных, у женщин, у мужчин, у детей. Кто-то там лучше спит, кто-то хуже спит. Растения также, вот могут на это реагировать. Какое-то лучше обрезать тогда-то, какое-то лучше сажать тогда-то, какое-то там выдергивать, лучше прореживать, ну и так далее, и тому подобное. Это вот первый и чуть-чуть второго уровня. Дальше второй уровень, это уже, когда мы рассматриваем по отношению к всей Земле, это стабилизация движения Земли, потому что вращение Луны очень интересно. И то, что многие говорят, гравитация нет, но гравитация присутствует, потому что если вы подпрыгнете и вниз головой опуститесь, то вы гравитацию почувствуете на своей голове, в голове больной. Поэтому это стабилизирующее такое устройство, которое взаимодействует не только с Землей, но и со всем, что вокруг Земли присутствует. Третий уровень, и это уже то, что связано с невидимыми для нас явлениями, которые выше, чем приливы и отливы, которые взаимодействуют уже в нашей Солнечной системе, уравновешивают уже пространство, траекторию движения не просто вращения Земли, а траекторию движения Земли и пролетающих мимо объектов. И там же есть еще, так чтобы никого не испугать, определенные хранилища, которые недоступны многим землянам до поры до времени и откуда много что передается, много что принимается, куда много что принимается и откуда много что передается. Потому что Луна по всем параметрам это искусственный спутник, специально сделан, это не хаотичное проявление, но вообще наша вся Солнечная система и наша галактика, да вообще Вселенная это искусственное творение. Вообще все это искусственное творение. Ну и самый высший уровень это уже взаимодействие не только внутри Солнечной системы, не только в галактике, а любое, любое вообще тело взаимодействует со всем этим миром. Даже если оно очень маленькое по отношению к Солнцу, Солнца очень мало, по отношению к другим звездам и так далее. Представляете, да, песчиночка такая, наша Земля, а Луна там еще меньше. Но каждая песчиночка, как и то, о чем мы сегодня говорили, то, чего не существует, но от чего производится измерение любые, отчеты, они влияют на все. Вот такие маленькие песчиночки в нашем пространстве, в нашем мире заполняющие наши галактики, части галактики и Вселенную, они важны. Следующий вопрос, опять же, это Катерина Петько. Расскажите, пожалуйста, про Эгрегоры. Благодарю. Ну вот, не знаю, про Эгрегоры, как вот наши передачи. У нас были передачи, не одна даже передача, и эфиры, где мы подробно рассматривали, что такое Эгрегора, что такое Локия, что кому принадлежит, кто кем создается, почему все Эгрегоры, в конце концов, подчиняются темным. Могут ли Эгрегоры создаваться светлыми, могут ли они создаваться людьми, как они возникают, для чего они возникают, как они действуют, с какими человеками, людьми они взаимодействуют, с какими не взаимодействуют, с какими не взаимодействуют, с какими выйти из Эгрегора, что такое Локия, кто ее создает и так далее. бусти.ту слэш славрадио, бусти, б-о-о-с-т-и точка т-о слэш славрадио, там наши семинары, вебинары выкладываются, где все эти темы подробно рассмотрены, ну, либо есть в открытом доступе, как на нашем канале ютубе, так и на сайте, так и в других наших чатах, лыка, там, одноклассники, что там еще, дзены всякие и так далее и тому подобное. В том числе и там на каких-то других малоизвестных ресурсах. Все это есть. Рассказывать сейчас, семинарить по поводу эгрегоров, то, что уже было неоднократно рассказано, в том числе и на семинарах, я сейчас не буду. Хорошо. Ирина задает вопрос. Здравия, утро Сварага уже наступило? Давайте мы разберемся, что такое утро, что такое ночь, что такое день, что такое сумерки, ну, вот, что такое день, ну, как-то все представляют, что такое ночь, не-о-че, да, то, что очи не видят, то, что ночь. Очень понятно, что такое, да? Вот, не для очей, то, что сделано. Темно когда. А есть еще такое сумерки, есть еще утро. Причем не утро, а утро. У-те утвержденное, да, с утверждением. Ра, сияние, когда наступает сияние. И разные вот эти уровни сияния присутствуют. Где-то проявление в виде зорьки, а где-то солнышко выглянуло, а где-то там оно уже поднимается до определенного момента, и утро переходит в день. То же самое и сумерки. Смеркалось, мера наступила, да, и все. И вот темное приходит время, кали, темное, смерк. Или смерой, или смерть, ну, по-разному, да, все отсюда вот идет. Поэтому, как и для сумерек, время трудно себе представить, когда точно наступает. Почему? Потому что вот мы когда-то из леса шли, а лес на пригорке у нас находится. И солнышко находится еще пока над лесом. То есть мы идем вот с пригорчика спускаемся в сторону деревни, вдоль поля идем, и солнышко над лесом. Мы прошли 100 шагов в низиночку, и солнышко уже над лесом для нас отсутствует. Для того леса, откуда мы вышли, откуда мы вышли, на горочке, еще сумерки не наступили. Туда последние лучи солнца доходят. В низиночке уже сумерки наступают. Мы уже солнца не видим. Уже все, мера наступила. Для дальнего леса, который на западе находится, сумерки тоже еще не наступили, солнышко светит. Поэтому даже в этом смысле и утро, и сумерки – это такое относительное явление. Когда уже солнце полностью скрылось, когда уже по мерк, опять же мера, по мерк свет солнечный, лучи солнца достигают всех макушек, крыш, домов, вот это уже наступление сумерков. Когда нет прямого солнечного света, вот в округе, для вот этой округи наступают сумерки. Потом наступает ночь, когда ничего не видно воочию. Ну и потом утро, когда проявление света. Так вот, утро сварога. Ну, можно сказать, что наступило. А можно сказать, нет, нет, только сейчас вот предрассветное что-то, или там, вот где-то оно уже наступило, вот там вот, а до нас еще не дошло. А для кого-то скажут, а для меня уже дошло, я уже в нем живу. Это явление может рассматриваться так и на четырех уровнях. Для одного человека на первом уровне это наступило, а для другого еще не наступило. Для общества, например, общества какого-то малого, для семьи это наступило, а для других семей, для другого общества не наступило. Для страны, для одной уже как-то проясняться начинает, а другая наоборот куда-то там вниз падает, и там вообще ничего не наступило. Для земли, и так далее, и тому подобное. Поэтому утро сварога – это такое растяженное в пространстве и во времени, ну, больше даже во времени явление, которое затрагивает все пространства. И сказать конкретно, где оно наступило, где нет, я не берусь. Почему? Потому что от вашего восприятия, раз, от вашего желания что-то делать, ваших пониманий, возможностей и хочушек, зависит то, вы восприняли это, либо не восприняли. Поэтому, если вы воспримели, если вы готовы делать, вы хотите это делать, у вас есть возможности, значит, для вас оно наступило. Если вы еще спите, то сколько вы не спрашиваете, наступило или нет, никакой разницы не будет. Это все индивидуально. Поэтому спрашивать, а вот как, там, чего, утро сварога – да не парьтесь вы. Потому что кто-то и ночью работает, кто-то ночью охраняет, кто-то заботится о вашем сне и будет потом утром спать, когда вы будете просыпаться, а кто-то днем только встанет после ночной смены. У каждого индивидуально все. Постоянно, помните, меняются какие-то вот вибрации, все меняется, оно плавно происходит. Еще раз говорю, эти все переходы происходили за многие тысячи лет, за миллионы, миллиарды лет. Раньше происходит сейчас и будет происходить дальше. Не ждите чуда, а создавайте это чудо. Если вы готовы, хотите вас, если возможно, значит, для вас утро наступило. Ваша вахта. Трудимся. Вопросы закончились, и вот мое тоже окончательное такое мнение, что самое главное в нашем мире – это светлые чистые мысли, которые ведут к хорошим делам. От хороших дел жизнь других людей становится лучше, меняясь сами в лучшую сторону, сменяясь на пути к свету, и мир вокруг будет меняться и станет светлее. Вот, и по нашим законам нашего эфира, нашего ведения эфиров, от тебя напутственное слово всем, кто нас видит, слышит, любит, знает. Задачу нелегкую поставил. Давайте проще скажу. Друзья, еще раз. Есть эзотерика, это до поры до времени скрытые какие-то, ну, знания пока нельзя дать, информация, которая может в знания перейти, и вы обязательно это в жизни сможете применять. А эзотерика не несет никакой жизненной основы, которую можно применить в жизни. Поэтому эзотерика – это удел слабых эгоистов, летящих парящих, оторванных от земли, которые постоянно ноют о том, что нам что-то не дали, которые создают свои иллюзорные миры для себя и других туда втягивают, которые защищают свою иллюзию, при этом ничего не делая, будучи паразитами, едят просто так хлеб и считают, что они круче других. Это паразиты, которые тратят свою жизнь ни на что и воруют вашу жизнь, ваше время. Поэтому выбирайте сами, с кем вы, с нормальными, адекватными людьми, с которыми трудитесь, взаимодействуете, живете по укладам божественным, либо вы мечтаете о божественном, при этом ничего не делая, будучи паразитами. Вот это надо понять. Если вы на стороне эзотериков, этот разговор не для вас. Он ничего вам не даст. Мало того, он еще вас озлобит. Если вы на стороне человеков, живущих по-божественному, то у вас все есть. У вас проявлен Бог. У вас проявлен Бог. У вас есть необходимые качества для жизни. У вас есть маршрут по жизни. У вас есть цель, куда этот маршрут приводят. Шаги. У вас есть соратники, такие же боговичи, такие же божичи, такие же родовичи, с которыми все это нужно, можно делать. Если это помним, тогда трудимся над самим собой и не летаем в иллюзиях. Потому что мечтай, не мечтай, это все равно случится. И у вас никакой паразит, никакой шизотерик не будет готов к тому, чтобы постоять за себя, чтобы что-то сделать, чтобы помочь другому. Это паразиты-эгоисты. Выбирайте. С кем вы? На стороне божественного? Либо как? Либо просто поедать ли хлеба, уничтожить ли своей жизнью, жизнь других. Быть добру. Замечательно. И в заключение, благодарю всех зрителей за вопросы и участие в эфире. Благодарим за поддержку от всего сердца Народного славянского радио, благодаря которой мы вам вещаем. Сегодня по одному из календарей 3 октября 2023 года на Народном славянском радио вы слушали и смотрели эфир «Квантовый переход. Что и как происходит». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, главный ведущий, Вера, я ведущая. И у пульта находился Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. И если вам нравятся темы, которые освещает наше Народное славянское радио, подписывайтесь и делитесь информацией со всеми знакомыми и друзьями. Желаю мира и здравомыслия всем. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов. Светлана Большакова